Привет всем! Вы на канале Пулис Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на земле. Итак, события за 1 февраля. Поехали! Остатки циклона Элоиза обрушились на Эрмелло, ЮАР. В результате проливных дождей муниципалитет Эрмелло был частично затоплен, некоторые улицы буквально превратились в реки. Уровень палки колеблется от 30 см до 60 см. По данным Южноафриканской Метеорологической службы сегодня ожидаются проливные дожди, которые приведут к наводнениям в различных областях муниципалитета. Ливень сопровождался сильным ветром, в результате которого по городу отмечено падение деревьев, а также был разрушен развлекательный центр Каньамазани. В городе объявлено чрезвычайное положение, затоплены дома, магазины и предприятия. Частично нарушено автомобильное движение. Воскресный вечер выдался сложным для сотрудников коммунальных служб. На Нижний Новгород и область обрушилась не только шквальный ветер, но и обильный снегопад. Уже утром нижегородцы смогли почувствовать на себе его последствия. Несмотря на то, что еще ночью дорожники начали чистить снег, город все еще стоял в многокилометровых пробках. Но дорожные статоры не единственное последствие природного явления. Так, прямо в центре города на улице Пискунова вечером рухнули строительные леса, которые чуть не придавили проезжающий автомобиль. Сразу в нескольких дворах ураган повалил деревья. Периодически в специальные службы поступали сообщения о перебоях с электричеством, вероятно, из-за обрывов проводов. О снежном урагане в МЧС нижегородцев предупредили еще в первой половине дня. В таких случаях спасатели рекомендуют быть предельно аккуратными на дорогах во избежание аварий. Вулкан Этна снова активно извергается. Вулкан Этна, расположенный на Сицилии, является самым активным вулканом Европы и одним из трех действующих вулканов Италии. Столбы пепла, огненный дождь и искры, в которые превращается лава, завораживающий спектакль можно наблюдать на восточном побережье итальянской Сицилии. Там проснулся один из самых высоких в мире вулканов Этна, занесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Регион Эврос на северо-востоке Греции пострадал от проливных дождей, в результате которых в понедельник затопило города и деревни. Пожарные были вызваны для спасения десятков детей, которые оказались в ловушке в детском саду и начальной школе в маленьком городке Апалос, недалеко от Александрополиса. Мэр Александрополиса сообщил, что около ста студентов и учителей были эвакуированы пожарными и армией, так как этот район был затоплен. Эврос — один из номов республики Греция, являющийся частью преферии Восточной Македонии и Фракия, на территории историко-культурной области Западной Афракия. Своё название Ном получил по греческому названию реки Марица-Эврос. В Гаяне, расположенной в северо-восточной части Южной Америки, зафиксирован сильный подземный толчок магнитудой 5,7. Сейсмическое событие произошло в воскресенье 31 января 19.05 по Гринвичу. Эпицентр природного катаклизма отмечен 83 километров от города Летем, с населением более 1 тысячи человек, и 118 километров от бразильского города Буависта, где живут более 200 тысяч граждан. Очаг землетрясения находился на глубине 9,7 километров, что считается малой глубиной. Мелкие землетрясения ощущаются сильнее, чем более глубокие, поскольку эпицентр находится ближе к поверхности. Тремор также чувствовался в Бразилии и Венесуэле, о пострадавших и разрушениях информации не поступало. В горном районе округа Саммит, штате Юта, США, сошла массивная лавина, накрывшая двоих лыжников. Туристы катались в отдаленной местности за пределами расчищенных трасс. Одного из пострадавших спасти не удалось. Из-за чрезвычайной опасности схода новых лавин спасатели не могли добраться до места трагедии до наступления темноты. Поисковую операцию с привлечением вертолета возобновили лишь на следующий день утром. Согласно заявлению шерифа округа Саммит, лавину спровоцировали два лыжника, которые сами же и пострадали от нее. Выбраться удалось только одному из них. Тело второго нашли позже спасатели. Второй день подряд суровая погода, включая сильный ветер, град с рекордными осадками, наносит ущерб районам южно-центральной части Чили, в частности районы Сантьяго, Метрополитан, Вальпараиса, Мауле и Био-Био. Осадки спровоцировали наводнения и оползни в нескольких районах. В столице Сантьяго за сутки выпало столько дождя, сколько в среднем за 6 месяцев с ноября по апрель. В другом месте страны Реквианоа за тот же период было зафиксировано 70 мм осадков, в Пирке 49 мм осадков, а в Мауле 47 мм осадков за тот же период. Второй день проводятся работы по расчистке территории от селевых потоков и оползней, а также до сих пор идут поиски 10 пропавших без вести. Из-за мощного шторма с ветрами и метелями, охватившего северо-восточной и центральной части США на минувших выходных, на дорогах в аэропортах царит настоящий хаос. Международный аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменил более 150 рейсов, что составило 75% всех перелетов, запланированных на понедельник. Аэропорт Ла Гаурдио, также расположенный в Нью-Йорке, отменил 86% всех рейсов, это более 100 перелетов. В аэропортах города Чикаго, штата Иллинойс, было отменено более 100 авиарейсов. Власти Чикаго объявили, что в субботу в городе работало 287 снегочистителей. По всему штату Иллинойс было развернуто 1800 грузовиков и оборудования. Там, где количество снегопадов превысило 2,5 см в час, снегоборочным бригадам было трудно поддерживать дороги чистыми. Кстати, Вирджиния, зимняя буря также осложнила ситуацию на дорогах. Четверо пожарных были доставлены в больницу с легкими травмами после того, как их машина, отправленная по вызову, перевернулась на заснеженной трассе. В настоящее время шторм постепенно ослабевает над долиной Огайо. Метеорологи предупредили, что вдоль побережья Атлантики усиливается еще одна зимняя буря, которая перенесет на северо-восток снег и сильные ветры уже в середине недели. Штормовое предупреждение было объявлено на Чукотке. Оно действует с вечера 31 января до вечера 2 февраля. Как сообщает окружной ГУМЧС, ожидается сильный ветер. На побережье он достигнет 25 метров в секунду, а в Анадыре — 20 метров в секунду. Кроме того, ожидается сильная метель. По прогнозам спасателей в регионе могут возникнуть чрезвычайные ситуации — нарушение электроснабжения, обрушение конструкций, гололедица, проблемы с транспортом. Из-за сильной метели наблюдается плохая видимость. Власти настоятельно рекомендуют без необходимости не передвигаться по городу. За сутки на Земле произошло 240 землетрясений магнитудой от 2,0 до 5,7. Землетрясения магнитудой равной 5 или более произошли в 6 странах, каких именно вы можете видеть на своих экранах. Ну и, конечно же, минутка позитива на канале. Чарские пески В России есть самая настоящая северная песчаная пустыня Чарские пески, которая находится в Забайкальском крае. Целых 50 квадратных километров реальных барханов, высота которых может достигать 80 метров в высоту и 200 метров в длину. Пустыня окружена горами, тайгой, непроходимыми болотами и реками, а до ближайшего поселка Новая Чара 9 километров. Главная особенность и достопримечательность заключается в ее уникальном местонахождении. Здесь природа удивительным образом смешала несовместимые ландшафты. Пески соседствуют с болотами, с тайгой и горными вершинами, покрытыми ледниками. Часто урочище называют самой неправильной или самой северной пустыней. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо вам за внимание и до завтра.